В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте и в начале короткий анонс. Коррупция в системе здравоохранения. Сергей Меликов анонсировал масштабную проверку работы регионального Минздрава. И уж совсем не непонятно, почему мы тестирование на ковид проводим на 50 миллионов в частных больницах. Это что за ерунда? Почему мы тестирование на ковид проводим участие? О крупных махинациях в Минздраве Республики говорили и на сессии Народного собрания. Что еще обсуждали депутаты, расскажем в выпуске. В Махачкаре снова выберут мэра. Конкурс по отбору кандидатур на должность градоначальника пройдет в два этапа – 16 и 24 мая. Дагестанские тхэквондисты сильнейшие на турнире в Ульяновске. Подробности соревнований смотрите в спортивном блоке новостей. 82 миллиона киловатт на сумму, превышающую 240 миллионов рублей. Именно столько необоснованно записал на потребителей экс-заместитель директора махачкалинских горэлектросетей. По данным следствия, сотрудник Дакэнерго таким образом скрыл отрицательные показатели за 2021 год, незаконно начислив на абонентов завышенные объемы. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В Минздраве Республики ожидаются проверки. Претензии к здравоохранительному ведомству высказал накануне Сергей Меликов. Он привел факты, когда из средств ОМСА частным клиникам оплачиваются услуги, которые люди могут получить совершенно бесплатно в государственных лечебных учреждениях. И это не единственные сведения о коррупции в системе. Будем тщательно во всем разбираться и принимать необходимые меры, резюмировал Сергей Меликов. Поведите расследование в отношении министерства здравоохранения. 54% услуг мы платим вместо того, чтобы развивать больницы. 54% услуг мы оплачиваем МРТ участников. Еще 20% это КТ. И уж совсем мне непонятно, почему мы тестирование на ковид проводим на 50 миллионов частных больницах. Это что за ерунда? Почему мы тестирование на ковид проводим участникам? Если бы вы участникам отдали, как я уже сказал, на онкологическую помощь, если бы вы отдали на гемодиализм, если бы вы отдали на какие-то высокотехнологичные истории, я бы это понял. Проведите расследование, как они организовали вот эти все истории, как они закупали, почему они получили туда прибор магнитно-резонансной терапии с неисправностями, кто за это понес ответственность, как они у себя провели это расследование. Контроль за всеми муниципальными землями Дагестана может перейти к Минимуществу Республики. Депутаты Народного собрания уже приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий данные изменения, о чем еще говорили на очередной сессии парламента в сюжете по темат Ханаповой. 22-я сессия Народного собрания отличалась обильем цифр и статистики, а все потому, что с докладом перед депутатами выступил глава счетной палаты Дагестана. Согласно отчету Белла Джахпарова, в ряде министерств и ведомств выявлены многомиллионные нарушения по неправомерному расходованию бюджетных средств. Необходимо отметить, что мы добиваемся своевременного сравнения выявленных недостатков и нарушений. Были приняты меры и восстановлены от 318 миллионов рублей, составлено 141 протоколов. Были привлечены к ответственности должностные лица, это 194 человека и уволены с работы 24 человека. Крупные махинации зафиксированы в Минздраве Республики. Так, финансовое нарушение на более 200 миллионов выявлено при проведении закупок лекарства и оборудования. А вот в Министерстве образования неправомерные расходы составляют 64 миллиона рублей. С отчетом выступил и омбудсмен Республики Джамал Алиев. За прошлый год в адрес уполномоченного по правам человека поступило около 1300 обращений, большинство из которых социального характера. В частности, депутатов заинтересовал ход резонансного дела, где от пыток в стенах советского РУВД погиб молодой парень Курбан Долгатов. Входите нам, пожалуйста, держите ли вы на контроле ход расследования резонансного последнего убийства в стенах советского РУВД города Махачкалы. Конечно, мы отслеживаем такие громкие уголовные дела, они вызывают резонанс в обществе и необходимо здесь обеспечивать принятие правильных, объективных следственных решений каких-то надзирающих органов и так далее. Мы здесь это мониторим, но, насколько я знаю, там все необходимые действия следственные сейчас проводятся. И если лица арестованы, значит, внимание общества к этому приковано, внимание надзирающих органов к этому приковано. Поэтому здесь, я думаю, будет все объективно. Перед парламентариями по традиции выступали представители различных фракций. Так, депутат «Справедливая Россия» предложил создать кодекс дагестанцев, своего рода свод норм поведения, адатов и обычаев горцев. Без консолидации общества на базе духовно-нравственных ценностей нам сегодня невозможно решать стоящие сегодня перед государством и обществом задачи. Пропаганда наших традиционных ценностей и консолидация общества должна стать повседневной работой каждого. Многокилометровые пробки в преддверии уразы Байрам, как оказалось, тоже волнуют народных избранников. Так, депутат от КПРФ предложил свое видение решения данной проблемы. По словам Абдул-Вахита Лобазанова, для ускоренного строительства альтернативной дороги Бузна-Санух, которая строится на пожертвовании людей, необходима поддержка власти. Тысячи людей мучились в многочасовых пробках, образовавшихся от поворота в Ирфели до западного портала Гемринского тоннеля. Завершение дороги предков позволит снять нагрузку с Герминского тоннеля и создать другие удобства для перемещения грузов, перевозки людей, в том числе и туристов, прибывающих в Дагестан. Дорога сокращает расстояние на 20 километров до 17 горных районов. Ей практически не грозят гололед и снег в зимнее время. Водителям не придется подниматься и спускаться с горы и петлять по сложным серпантинам. Народное собрание Дагестана приняло и ряд кадровых решений. Так, Анатолий Каревов лишен депутатского мандата за несвоевременное предоставление сведений о доходах. А мандат Мухтара Халал Магомедова, ставшего главой Левашинского района, передали Гаджу Мураду Османову. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Стартовала процедура выборов мэра Махачкалы. Конкурс по отбору кандидатур пройдет в два этапа – 16 и 24 мая. О начале конкурса было объявлено на сессии городского собрания. На ней, с отчетом о результатах работы администрации, за 2022 год выступил исполняющий обязанности мэра Резван Газимагомедов. Особое внимание, по его словам, уделялось благоустройству города. Газимагомедов заверил, что администрация использует все резервы для обеспечения качественных условий жизни горожан, в том числе в рамках нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды». Тем временем, Махачкала готовится к празднованию майских праздников. Коммунальные службы провели покраску стен и парапетов на центральных улицах города. Вместе с тем продолжается работа по нанесению дорожной разметки на улицах города. Мероприятия по облагораживанию центральных локаций столицы будут продолжены, сообщает пресс-служба городской мэрии. И в заключение о спорте. Махачкалинская «Динамо» отправится в гости к Уфе. В матче 29-го тура Первой лиги «Дагестанский клуб» встретится с одноименной командой из Уфы. Игра пройдет 28 апреля на стадионе «Нефтяник». «Динамовцы» занимают шестую строчку в турнирной таблице, имея на своем счету 40 набранных очков. Клуб «Уфа» идет на 16-й позиции. В поединке первого круга на Анжи-арене в Каспийске махачкалинцы уступили соперникам из Уфы. 0-1. Дагестанские тхеквандисты сильнейшие на турнире в Ульяновске. Сборная республики заняла первое место в общекомандном зачете на всероссийском турнире к столетию общества «Динамо». Наши спортсмены выиграли на турнире 5 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. Победителем в своих категориях стали Саид Абдулаев, Рамазан Дейдбеков, Ханмагомед Рамазанов, Ибрагим Абдулкеримов и Нина Урганаева. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до следующих встреч в эфире.